это видео про точность многозарядного арбалета mombo агрегатор если вы смотрели прошлый выпуск то вы должны понимать что у меня просто прокляли по-другому я не знаю как сказать если не смотрели прошлый выпуск обязательно посмотрите его вот в правом правом верхнем углу но я же так просто не сдаюсь и конечно же я потом поехал еще раз в тир чтобы как бы добить и уже этот вопрос закончить с ним и начать снимать дальше но и тут меня ждала подстава батарейку в коллиматор я не купил думаю ладно с lcu обойдусь но lcu очень трудно регулировать потому что там не как обычно влево вправо вверх вниз регулировки да там по сути стоит пружинка и два винтика соответственно вот этот вот лазер вы регулируете вот этими боковыми винтами то есть вы закручивать один винтик он этот винтик у нас стоит на месте поэтому как наверху ходит то же самое и короче вот так и таким образом регулирует сложно долго и вот пока всем этим занимался да у меня села батарейкой на лазере а нет нет подождите до того как меня села батарейка сначала я столкнулся с той проблемой что вносишь поправки в прицел и он просто выключается хорошо все как всегда вот смотрите работает а если я начинала поправлять конечно для ведет надо работать ну вот не работает и как с этим работать не работает работает блин реально какое-то проклятие в прошлый раз у меня были проблемы с прицелом но с этим не было но его собственно не регулировал сейчас начал регулировать и с этим возникли проблемы не знаю что что там было не так видимо что-то где-то коротила но короче говоря его перебрал соответственно значит пристрелку заново и в этот раз меня снова постигла неудача у меня опять села батарейка только теперь уже в лцу пришлось ехать домой в общем-то перебрал я прицел он начал работать но смотрите что теперь происходит эти батарейки тоже зелья кстати говоря в ассортименте beer hunter помимо стандартных предложений арбалетов есть еще и уникальные такие как подарочный вариант арбалета beer hunter домение агрегатор вы только посмотрите на эту замечательную деревянную красивую можно сказать премиальную коробку сам арбалет ничем не отличается от своего брата который вы можете найти у нас на сайте отличие именно в упаковке если мы берем арбалет для себя то в принципе наверное разница особо это не имеет но если мы берем арбалет в подарок то тут мне кажется важно потому что это будет видеть сам человек это будут видеть все гости и смотря на эту коробку уже все сразу начнут понимать что что-то выберем очень необычное и хорошее подарили купил я значит батарейки и для лцу и для коллиматора и поехал на следующий день снова в тир какая там уже шестая попытка да приехал стреляя значит без камеры ну пока там все соберусь пока пристреляюсь тем более там в тире серега мой друг прям замечательный человек замечательный тир кстати если вам тир тоже приглянулся то контакты вот сейчас вы его тут вот видите теперь находится в москве территориально водный стадион при всем моем гигантском опыте в стрельбе я достаточно давно уже активно не стреляю мне кажется что любой из вас мои зрители тот кто заинтересованный энтузиаст стреляет больше меня поэтому я даже не стал выделываться я надел приклад на этот арбалет поставил сошки потому что задача показать именно как таляет арбалет они свои навыки стрельбы протестировать но я решил раз уж эти чертяки меня предали прицелы пусть вот они оба и отдувать поэтому поставил и коллиматор и лцу который к тому же как я потом выяснил очень удобно когда они есть паре потому что как я уже сказал лцу там непонятно чё куда крутить то есть ты должен прям видеть куда ты вносишь эту поправку а как ты ее увидишь если у тебя арбалет где-то там в руке лежит то есть ну прям его фиксировать тогда ты будешь видеть куда-то лазер смещается вправо-влево в этом по диагонали он может куда нибудь уходить а когда у вас есть коллиматор на который вы можете всегда посмотреть и прям смотря в коллиматорный прицел регулировать лцу очень даже очень даже удобная вещь короче тот результат который получил как мне кажется наиболее правдоподобен и я считаю его достоверным что я могу сказать во первых лцу это клёвая штука и лцу помогает пристрелять собственные коллиматорный прицел особенно если у вас нет в нем уверенности поэтому как я сейчас делаю отстрелял все стрелы я вам сейчас покажу чем у меня там получилось и выяснилось что не все стрелы летят куда нужно смотря на лазер я пододел коллиматор а потом смотря на коллиматор я пододвинул лазер короче в сумме лазер и коллиматор очень-очень удобная штука но сейчас будет по идее уже финальная пристрелочная так сказать серия я решил что запишу сразу чтобы тоже посмотрели что у меня тут происходит ну и собственно давайте стрелять улетела ну на то она и пристрелочная сейчас посмотрим что там улетела они все пронумерованы ну да она наверх почему-то улетел но в остальном вот четыре из пяти это как раз пятая последняя сюда улетела ну я думаю можно вешать мишень не знаю на что это списать давайте одну спишем на то что стрела кривая допустим сейчас посмотрю сейчас я повешу мишень и новую и постреляем ты не даже не буду вешать мишени давайте даже не так сейчас пронумеруем каждую стрелу 6 маркер найду пронумерую каждую стрелу сделаю несколько серий из них и мы посмотрим что получается заодно и вы узнаете как она все работает так в общем то сейчас мы просто нумеруем все стрелы вот это один вот это по номерам 2 это 2 вот это два синие с это как бы отметить 4 запомним но это у нас соответственно 5 пойду смотреть что-то о чем 5 какая кучная смотрите я надеюсь что это 5 потому что если это не 5 это это нет ребята это 5 есть давно это стрелая такая давайте собственно смотреть еще раз теперь у нас 2 смотрите 2 прилетела куда и прилетала это у нас 1 сильнее 1 вот 1 вот она здесь не подписал что синяя потому что у меня такая как раз таки синие теперь вот это у нас 1 синяя 2 синяя была вот тут прилетела сюда ну а 5 5 5 есть 5 снеси понятно ну и еще разику чтоб убедиться что в чем убедиться я косящу потому что стреляют я не очень не очень часто те кто хотят попадать точно те соответственно стрелять почаще стреляет лучше меня ну и плюс стрелы да конечно стрел нужно побольше но об этом еще поговорим а а а а а а а Смотрите продолжение в следующей серии. И вот что касается стрел. Тут большая проблема в том, что сложно найти щит, который эти стрелы пробивать не будут. А когда они пробивают, они перьями упираются в щит, оперение мнется, и поэтому стрелы тоже начинают лететь хрен пойми как. Вот, то есть со временем. Короче, нужен хороший щит, в который стрелы не будут входить по перью, потому что это влияет на точность. Ну, а вот, собственно, что у нас в этот раз получилось. Это вот пьетая, как обычно, хрен пойми где. Вот это никакая. Ладно, сейчас поймем, что это за стрела. Вторая стрела, вторая синяя. Тут, тут и тут была. То есть, ну, в целом у нее кучность. Тоже не сказать, что супер какая-то плохая. Ну, и опять же, понимаете, вот после того, как стрела вот так вошла, ну, даже особо надеяться не стоит, что она прилетится еще раз туда же. А первая? Вот, раз, два, три. Вот она в кучке. Это вторая. Раз, два. Где она еще была? Не отметил я. Ну, ладно. А это какая? А это первая синяя. Короче, а вот четвертая еще. Вот четвертая сюда прилетала, а вот еще раз сюда прилетела. Ну, видимо, вот эта была наша. Короче, я надеюсь, идея понятная. Это арбалет стоковый, из коробки. Я его никак не синхронизировал и вообще никаких манипуляций над ним не делал. Но при этом он все равно стреляет стрела в стрелу. Другой вопрос в том, что группа, в которой собирается стрела, у каждой стрелы своя. Но поскольку это обычный ролик, это не какой-то там супер особенный проект, к которому я там буду готовиться неделями. Нет, я взял просто те стрелы, которые у меня есть, которые вы уже видели, которые, возможно, я доставал из деревьев. Которые точно пролетали сквозь щиты. Потому что это большая проблема, для меня, по крайней мере. Потому что стреляешь из этого арбалета, а у них какая-то бешеная проникающая способность, что почти все щиты, они, короче, тормозятся об щиты уже с перьями. Поэтому перья мнутся. Так что так. Не знаю, как вас, а меня все это убедило в том, что арбалет достаточно точный. Если посмотреть просто, где собирается каждая стрела, то каждая стрела образует группу где-то со спичный коробок. Дистанция 20 метров. Не метром меньше. Так что пишите комментарии, если вдруг остались недоверы. Остались люди, которые считают, что арбалет не точный. Прям пишите комментарии. Если их будет много, ну что поделать. Придется переснимать. Я возьму у Бирхантера прям новые стрелы, которые из коробки. И мы их отстреляем прям и посмотрим. Соберем, короче, все стрелы в одну кучу. Но это для тех, кто не очень понимает, как все это работает. Но если у вас одна стрела все время летает вправо-наверх, другая стрела все время вылетает влево-вниз, то мне кажется, очевидно, что тут дело не в арбалете, а, конечно же, в стрелах. Ну а я советую посмотреть вот это видео. На этом все. Пока.